Всем доброе утро! Мы находимся в отеле Алян Ривьера в городе Анапа. Сейчас мы идем на завтрак, покажем, что у нас будет на завтрак. Надеюсь, все будет хорошо. Выбираем столик на солнышке. Ну, конечно, присутствует молочное, сливочное масло, напитки молочные. Чай, кофемашина, хороший кофе, вкусный. Так, алкогольные аппараты на завтрак не работают, пиво и вино. А напитки, соки разных видов, и шиповник, и сок вишневый, грушадичка. В общем, там видов шесть каких-то напитков всегда есть. Залов несколько. Вот я уже говорила, терраса есть. Такой каминный зал, где можно приземлиться, позавтракать. Очень мило смотрится. Также есть еще такой зеленый зал. Вот они расположены возле входа, как бы в ресторан. С разных сторон можно туда зайти. Ну, тоже такая атмосфера очень уютная. Так, и смотрим расписание, когда здесь, что тут у нас завтрак, обед, ужин. Так, хлеба. Хлеб всегда свежий, всегда разных видов. И черный, и злаковый, и просто белые батоны. Можно сделать себе, подогреть какие-то тосты. Так, это у нас сладенький стол. Здесь всегда есть пирожные, какие-то язычки, маленькие пиццы. Штрудель очень вкусные, печенье, целый набор тут и сгущенки. И даже что-то имбирь, лимон, сгущенка, что-то такое, какие-то смеси. Облепиховое очень вкусное варенье. Так, ну, здесь всегда каши разных видов. На молоке, на воде, кто как любит. Обязательно есть бульончик с утра. Можно, кто любит, горяченький, куриный или говяжий. Вот сегодня был молоко и вот эти вот сухие завтраки. Обязательно какой-то чай именно от отеля. Какой-то там специальный или с чабрецом, или что-то такое витаминное. Ну, фрукты. Все очень вкусные, хорошего качества. И дыни были довольно сладкие. И арбуз еще, несмотря на то, что это уже середина октября. Все это присутствовало. Вот такой вот зеленый стол. Здесь нарезочка овощей. Зелени. Зелень разных видов. И свекла вареная, и капустка, и морковка нарезанная. В общем, овощи представлены достаточно широко. Рукола всегда есть. Так, это был зеленый стол. Теперь это стол. Здесь обычно салаты. Вот это на завтрак творожная масса. Ну, даже сало с чесноком есть. И здесь вот сырные нарезочки. Так, здесь горячий стол. Несмотря на то, что это завтрак, есть котлеты. Иногда даже двух видов. Яичница. Всегда подносят свежее. Никогда не бывает пустых вот этих вот емкостей. Всегда все есть. Сосиски достаточно вкусные. Так, что у нас здесь? Ну, понятно, классика. Это нарезочка из колбаски, салаты. И моченые яблоки и сливы очень вкусные. Прямо вот полюбились мне. Так. Ну, здесь сухофрукты. Вареные яйца обязательно. Как же на завтраке без вареных яиц? Что у нас еще? А, вот этот стол, где всегда есть макарошки. Несколько видов. Обязательно вареники или пельмени. То с мясом, то с сыром. В общем, все разное. Ну, понятно, что вот эти вот всякие сметаны, соусы, майонезы. Все это присутствует. Маслины, оливки. Различные такие компоты. Красная рыбка. Тут же масло сливочное к ней. А это стол диетический. Здесь отварная рыбка. Гречневая, ну, гречка вареная. Брокколи. Здесь все такое. Кто сидит на диете или кто просто хочет вот немножко разгрузиться. Котлетки куриные, такие легкие. Запеканочки. Это омлет, по-моему, просто белковый. Да, без желтка. Вот такой вот вариант. Отварной рис. Зал ресторана просторный, большой, светлый. Все очень удобно расположено. Никогда не бывает толкучки за каким-то одним блюдом. Это еще один зал. Но немножко вот здесь уже мало представлено. Здесь детские столы. Детский стол. Уже конец сезона. Поэтому не такой широкий все-таки ассортимент, как это бывает обычно. Ну, для детишек все равно что-то есть. Вот. Тоже напитки у них свои. Какие-то котлетки специальные делают. Сосисочки. В общем, такое тоже все очень с душой сделано. Детское питание разных видов. Всякие кефирчики, йогурты, соки. Пожалуйста, можете брать сколько хочется. Это зал, который находится на веранде. Сейчас людей немного, и он практически не заполнен. Ну, вот и на веранде всегда есть что-то такое, чего нет в основном зале. Здесь жарятся вот такие блинчики, панкейки, гренки, сардельки. Все это горячее тоже можно брать. Здесь бывают коктейли какие-то дня. Ну, на завтрак, понятно, их нет. Тоже стол, чай, кофе. Несколько кофейных аппаратов. Он не один в зале. Он есть еще и на веранде, и в других залах. Кофе, чай, вода из кулера. Все это пожалуйста. Ну, на завтрак, как всегда, не знаешь, что выбрать. Вот, моченые яблоки, яичница, красная рыбка, котлета и брокколи. Цветут розы по территории. Ну, не могу вам не показать. Это очень радует глаз. И направляемся в сторону теплого бассейна еще одного. Здесь у нас с левой стороны снэк-бар. Можно перекусить с 10 часов утра. Горки. Так, и теплый бассейн. Пожалуйста, народ купается. Несмотря на то, что это вот середина октября. Погода очень теплая в этом году. Солнечная. Но уже к вечеру так прохладненько. Вот днем довольно комфортно возле бассейна. Кто-то одетый, кто-то раздетый лежит. Загорает. В общем, по настроению. В 10 часов открывается этот снэк-бар. Там можно перекусить. Есть и фрикадельки какие-то, и чебуреки. Вот белоснежные полотенца. Очень радуют. Халаты, полотенца. Все белоснежное. И территория очень чистая. За чистотой здесь следят. И номера очень хорошо убирают. По чистоте твердая пятерка. Ну вот красиво здесь. Вот каждый цветочек, каждый лепесточек. Все ухожено, полито. Никаких лишних веточек не болтается. Здесь кактусовый такой сад. Почти сад камней. И вот такие кусты с розами. Все подстриженное. Очень симпатичное. И вот какой кактус-чебурашка. Ну и классно здесь. И погода просто. С учетом того, что сегодня 12 октября. Про обед будет следующее видео. А сейчас подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всего вам хорошего. Спасибо.